Мы говорим про адекватность, да? Ты сразу подумала про неадекватного человека, да? Который не соблюдает гигиену, это неадекватный человек. Но гигиена это элементарно помыть руки и вытереть попу. Есть люди, которые не моют руки, они прям такие здоровые, самостоятельно. Но попу вытирают? Не уточняла. Вот видите, как бы. Ну вот как раз питание, да, тренировки, интеллектуальное развитие, это тоже вопрос гигиены. Гигиены ума, сознания, внутренней гигиены, гигиены всех наших мышечных систем. Все наши жизнедеятельности это гигиена, понимаете? Человеческий организм это самый ценный гаджет, который есть вообще. Другого такого не будет, по гарантии не поменяют, да? Соответственно, какая задача? Заботливые, бережные отношения. А это что? Это гигиена. Это в спектре приумножении того, что у нас есть. Улучшение, конечно. Конечно, посредством чего? Объединение мужчины и женщины. И в итоге ребенок. Как плод любви. Который как раз объединяется в две сильные генетики. И дают скачок генетический. Но это если люди не заботятся о себе. То есть мы для чего живем? Вопросов много, да, каких-то. И зачем, почему, кто в семье кому-то что-то должен, там, да? Вот это я постоянно встречаю. Муж должен, тот, и пятое, десятое, там, да? Я говорю, а жена что-то? А жена будет рожать. Я говорю, ну хорошо, родила, а зачем потом? Чтобы мыло убирало? Ну я найму себе тогда кого-то, там, да? Зачем мне? И при этом при всем будет мне еще говорить, что мне делать, там, для нее. Люди забывают, что мы живем для чего? Для того, чтобы мужчина и женщина объединяются, в первую очередь, для самых близких друзей. Ведь человек, который с тобой по жизни всегда рядом. Твоя опора, надежность, там, да, ответственность взаимная, там, да, взаимопонимание, там, для чего? Для создания семьи. Для чего? Для того, чтобы продолжать род. И не один ребенок, и не два, а минимум три. Для того, чтобы, когда один к одному дает один, это деградация. Два, это, окей, выровнялись, да, но неизвестно потом, как дальше все получится. Три, это уже улучшение. А сколько у вас в семье детей? Трое. Да? Старшая сестра, младшая двадцать. То есть у меня мама с папой там нормально. Причем получилось так, что сначала родилась сестра, через год и два месяца родился уже я. И потом только через три года и четыре месяца родился брат. Сейчас у брата, у младшего, у нее тоже родилась дочка, и через год, там, и четыре месяца родилась вторая дочка сразу же. Лиха. А у сестры родился, получается, мой племянник, тоже в одно и то же время, как родилась дочка первая у брата. А у меня нет на это времени, потому что я занимаюсь, улучшаю других людей, да, вот и все. У меня, я так понял, это уже... Получается, вы о себе не заботитесь, да? Дети, опять же, предназначение. Когда я... Когда был вопрос семьи, да, то есть у каждого своя задача. Иван, вам не кажется, что мы снимаем чей-то стул? Пока нет. У нас же еще не было, наверное. Смотрите, вопрос предназначения, да, и реализации. Вот, например, есть такой фильм хороший, «Машина» называется, про машину времени, про парня, который еще жил в такие дискократические времена, там, в Англии. Он сделал девушке свое предложение, подарил ей кольцо, на них напал бандит, и в какой-то переделке там просто бандита случайно убивает его девушку. А он, как бы, был ученый, он зададжился, и несколько лет, там, десятки лет, 10 лет, не знаю, он изобретал машину времени для того, чтобы улететь обратно и спасти ее. В итоге, как бы, он ее изобретает, обратно летит, пытается ее спасти, и в итоге он ее спасает в этой ситуации, да, они не идут в парк, но ее сбивает карета. Он, как-то, еще пытается спасти, опять она убирает. В итоге, как бы, он со всем временем, пространством пытается найти ответ на вопрос, почему ее не спасти. И в итоге он прилетает, там, на 800 миллионов лет вперед, находит, там, супер, там, человека, какого-то, да, который ему говорит, «Дружище, если бы она не умерла, ты бы не изобрел машину времени». То есть, ему суждено было быть одному, для того, чтобы он внес неоценимый вклад в человечество, да. Порой я это тоже принимаю, потому что, когда у меня начинаются семейные отношения, ну, либо, не знаю, там, не готовы, там, может, девчонки к этому, я не знаю. Потому что, опять же, начинается «тяни, толкай», «дашь на дашь». И плохое оправдание для вас. Оправдание. Ну, это не оправдание, это факт, то есть, там, да. Получается, что фокус смещается, да, и начинаю заниматься другим что-то, но, и не реализовываюсь. Но, когда занимаюсь тем, что повышаю, там, уровень жизни других людей, да, вот, своих учеников, я реализуюсь, чувствую себя спокойно. Конечно, мне одиноко, да, порой мне очень тоскливо, потому что я прихожу домой, меня никто не ждет. А зачем что вы ждали? Ну, для того, чтобы просто было уютно, потому что мужчина и женщина, это все равно ильяне, это гармония, да, вот. Здесь, как бы, ну, не получается, но, опять же, вот эти отношения, и, как бы, их разлив, они всегда меня мотивировали и становятся лучше, например. Я больше времени уделял вниманию изучению материалов, да, вот эти именно стрессовые ситуации, как бы, независимо, это в отношениях, там, да, каких-то, там, в пробке, там, кто-то ударил, что-то еще. Все видят в этом негатив, например, какой-то. Отец детства, отец меня с детства учил видеть во всем прекрасное. То есть, всегда можно взять пользу с любой ситуацией и увидеть в ней лучшую сторону. Соответственно, здесь тоже я понимаю, что таким образом на сегодняшний день высвобождается потенциал, например, да, то есть реализация, там, да, и, опять же, донесение информации, помощь, там, многим людям, которые, как бы, в этом нуждаются. Если бы я сейчас сидел там с ребенком, грубо говоря, мы не встретились, вы бы не узнали столько информации, там, да, ну, по факту. Но, опять же, как бы, вот у меня мой самый гур, это мой отец, он очень, очень продвинутый, вот, в этом плане, ну, это отдельная история, там, да, и вам потом нужно будет у него, наверное, интервью взять. И он говорит, Иван, ты не переживай, просто, например, он знает поздние дети, например, это самые лучшие дети, самая сильная генетика. Всю информацию, которую мы получаем, мы ее закладываем в наше генетическое информационное поле. Да, так говорят. Правильно? И потом, опять же, ранние вот эти вот случки, и дети, там, да, зачастую приводят к тому, что у ребенка появляется у ребят, которым по 20 лет. Они вообще не знают жизни, не понимают, как воспитывать, они себя не смогли воспитать. Каким образом они будут подавать пример? А какой возраст меситорозный тогда? Все зависит от того, насколько организм здоров, потенциал организма, да, в каких условиях человек жил, насколько он себя заботится, о себе. Если на сегодняшний день, там, у девочек начинаются месячные в 9-12 лет, что очень рано, это говорит о том, что организм понимает, что его внутреннего потенциала не хватит для того, чтобы, там, до 30 лет, как бы, родить здорового ребенка. И начинается половое зародевание как можно раньше для того, чтобы продолжить род, да, но это же не факт, что это так должно быть, что это правильно, да, то есть организм, он понимает, он знает, сколько у него есть сил, и он понимает внешние условия агрессивные, соответственно, он реализуется, да. Если мы создаем максимально комфортные условия, то что мальчик, что девочка могут продолжать род, там, 40, 50, 60, 70, 80 лет. Есть реальные факты того, что люди рожали, там, да, женщины рожали и за 60, там, да, и за 70. И дети, которые рождались у них, были просто максимально сильными, умными, там, да, потому что весь тот генетический потенциал, который они собирали, они передавали этому ребенку. Все это информационное поле, понимаете? А для чего ранние браки нужны были? Период голода, войн, депрессии, когда умирали самые сильные, самые здоровые, отправляли их на войну. Оставались дети. Детей выращивали, а кто-то могли быстрее, да, для того, чтобы популяцию, демографию, да, скучивали, получались люди и дети, которые просто были без прошлого и без будущего, грубо говоря. У них не было примера родителей, которых могли бы воспитать, да, и эти детей просто, ну, отправили на завод, там, не знаю, пытались учить в школах, там, давать какие-то знания, грамоты, то есть, получается, но их нужно было заново закладывать здесь генетический потенциал, да, и таких людей очень много сейчас вокруг. Все равно есть умные. Все равно есть умные, безусловно, потому что все-таки уровень генетического развития, там, эволюция генетического, оно остается все там в памяти, даже у этого маленького ребеночка, у которого, там, грубо говоря, не было, собственно, у родителей для примера, но есть. И главный вопрос, раскрыть потом этот потенциал, да, и сделать это максимально эффективно. Да, очень часто бывает, что родители просто такого талантливого ребенка забивают своими словами, он потом боится что-либо делать вообще. И это всегда, вот, все проблемы у людей, опять же, психосоматика, да, вот, вы изучали вопрос, все начинается где, еще в утробе матери. Ну, я раньше вообще в это все не верил, вот, честное слово, когда у меня были белки жироуглеводов, вот этого, да, какая психосоматика, какой-то рак, из-за того, что, как бы, мама не любила дочку, дочка была, там, хотела, ну, все равно это ела, и потом из-за этого у нее, там, типа, рак, там, кишечник, дебилы, что ли, да, потому что ели всякую фигню, колбасу, там, да, и заедали это шпротами, там, да, вот. Но в итоге не колбаса и не шпрот, а действительно психосоматика, да, то есть вопрос в том, где вылезет эта проблема. Нет, не только колбаса и шпрот, просто у всех в разном месте вылезет, да. То есть генетика не определяет болезни, генетика определяет локацию. И психосоматика также определяет локацию. Да, с этим согласна. И вот здесь вот уже получается, что как раз именно поэтому один и тот же вид питания не подходит, там, всем людям. То есть у всех должна быть корректировка, корреляция, да, такая, кому-то здесь, кому-то здесь, потому что, опять же, у всех вот с утробы матери начинает накапливаться вот это информационное поле, которое в итоге с годами вылезает в тех или иных проблемах. И человек сидит на идеальном питании, но у него не усваиваются там какие-то микроэлементы. Иван, тем не менее, вот про питание, да, я согласна с любыми растениями, которые только растут. Я согласна даже с термической обработкой, но только уж не с печеньками, там, или... Конечно, конечно. Рафинированная еда, да, вот эта рафинированная химическая еда, это все. Печеньки, вот почему, например, почему нельзя, вредно считается мороженое? Почему? Потому что мороженое...